К 8 марта многие мировые издания уже по традиции готовят рейтинги, опять же, женские. Самые красивые, желанные, умные, влиятельные. Мы решили составить свой топ. Кто из представительниц прекрасного пола в странах Содружества нас удивил, чем они запомнились и отличились. Украина. Юлия и Евгения Тимошенко. Юлия Тимошенко остается самой влиятельной женщиной в украинской политике, даже сидя в тюрьме. Экс-премьера осудили на 7 лет за газовые контракты с Россией, но она с приговором не согласилась и не стала просить о помиловании. Происходит классический суд Линча. Эта история осложнила отношения между Украиной и Евросоюзом. За Тимошенко вступились некоторые влиятельные политики Старого Света. И переговоры с ними ведет никто иной, как дочь Юлии Владимировны, Евгения. Раньше она увлекалась лишь рок-музыкой да мотоциклами, даже вышла замуж за британского музыканта Шона Карра. Но теперь все изменилось. Евгения вернула девичью фамилию и стала самым активным и преданным сторонником своей матери. Теперь на украинской политической сцене сразу две яркие звезды по фамилии Тимошенко. Такое ощущение, что президент не слышал призыв европейского сообщества и продолжает со своей командой двигаться в том же направлении – уничтожение демократии на Украине. Беларусь. Надежда Ермакова. Совершила головокружительную карьеру от управляющего провинциальной сберкассы до руководителя главного банка страны. На ее долю также выбыл кризис финансово-экономически. Прогнозы были самые мрачные и даже панические. Однако Ермакова сумела удержать белорусский рубль от падения и вернуть доверие населения к банковской системе страны. Естественно, народ аккуратно как-то, но опасаясь, еще понес валюту. Россия. Ольга Романова, Ксения Собчак, Алла Пугачева. В России только завершился выборный бум, так что в последние месяцы на первый план вышла политика. По нашей версии российский рейтинг возглавляет журналист и правозащитник Ольга Романова. Активно участвует в судебных процессах, защищая мужа – бизнесмена Алексея Козлова. И при этом успевает координировать акции оппозиции. Благодаря Романовой страна узнала, сколько же на самом деле стоят митинги. Завела кошелек на Яндексе, где собирала народные средства. Действовала максимально открыто, публикуя подробные отчеты о тратах. Певица Алла Пугачева впервые в своей жизни обратила внимание на политика. Разумеется, Примадонна поддержала не Абы Кавуа, а миллиардера Михаила Прохорова. Напомним, что в итоге дебютант Прохоров занял третье место в президентской гонке. Если ты родился самым высоким, ты просто видишь дальше всех. Ксения Собчак, похоже, и вовсе окунулась в политику с головой. На второй план ушли модные тусовки и даже работа телеведущей. Ксения активно участвовала в акциях оппозиции, снялась в скандальном ролике. Привет, медведь! Азербайджан. Мехребан Алиева. Супруга президента удивляет своей целеустремленностью и разносторонними талантами. Мать трех детей, депутат парламента, руководитель рабочей группы по Азербайджану французским межпарламентским связям. Президент фонда Гейдара Алиева и фонда друзей культуры Азербайджана. Президент Национальной федерации гимнастики, посол доброй воли ЮНЕСКО, ООН и организации «Исламская конференция». Армения. Рита Сарксян. Жена армянского президента политика интересуется мало. Говорит, что основная ее профессия – это меценатство. Благотворительность удачно сочетает с поддержкой культуры. Ведь свою карьеру Сарксян начинала как учительница музыки в детском саду. Организует концерты, всю выручку от которых перечисляет детям-сиротам, инвалидам или многодетным семьям. Кыргызстан. Роза Тумбаева. Первая в Центральной Азии женщина-президент и первый кыргызский правитель, добровольно покинувший свой пост. Пришла к власти в непростое для страны время, порядкой грозили перерасти в полномасштабную гражданскую войну. Сумела стабилизировать ситуацию и нарушила еще одну печальную для Кыргызстана традицию – не использовала власть для личного и семейного обогащения. Я много могла бы сделать в области образования, культуры, внешних дел. Казахстан. Дарига Назарбаева и Динара Кулебаева. Старшая дочь президента Дарига получила известность благодаря проектам в области СМИ. Занималась и телевидением, и радио, и газетами. Затем сделала акцент на политике, пошла в парламент республики. Кандидат исторических и доктор политических наук. Увлекается музыкой. Вторая дочь Назарбаева Динара – единственная женщина из Центральной Азии в списке миллиардеров Форбс. Издание оценивает ее состояние в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Хотя конкретно о ее предпринимательской деятельности мало что известно. По слухам, речь идет о банковской сфере. Узбекистан. Гульнара Каримова. Гульнару неоднократно называли возможной преемницей отца на посту главы республики. Сейчас является послом в Испании, патронирует сразу несколько фондов, поддерживающих культуру и бизнес, а также благотворительный. Устроила показ мод узбекских дизайнеров в Лувре, свою собственную коллекцию представила в Нью-Йорке. То, что касается личного дизайна или, скажем, хобби, оно настолько переплелось с общественным. И я рада, что это получается очень естественно. Молдова. Наталья Герман. Еще одна влиятельная президентская дочь уже не в Азии, в Восточной Европе. Правда, речь о наследнице бывшего президента Мерчи Снегура. Наталья Герман пока единственная яркая представительница слабого пола в молдавской политике. Законы, по которым мы планируем дальше развивать нашу страну, будут соответствовать полностью европейским нормам и правилам. Является главным переговорщиком в отношениях с ЕС. Ей прочили кресла главы государства, однако до сих пор свою кандидатуру на выборы не выставляла. Продолжение следует...